Приветствую вас дорогие друзья, на связи с вами Серега и сегодня мы познакомимся с таким замечательным свойством в CSS3 как фильтр. А что он означает? Это свойство помогает накладывать различные эффекты на различные элементы сайта. Но больше всего оно подходит, как мне кажется, именно для того, чтобы мы с вами могли немножечко делать всякую интересную всячину с нашими картинками. Итак, сейчас я вам все покажу. Так, минуточку, я только запущу редактор. И обратите внимание, что в комплекте с этим видео будет идти папочка, ну я не знаю, сейчас она у меня называется тест, наверное я ее назову как-то по-другому. И в этой папке будут содержаться два заготовочных файла и наша маленькая картинка, вот такая вот. Она уже будет размещена в файле index.html и сразу предупреждаю, что данное свойство еще находится на стадии, ну я не знаю, тестирования или разработки. И оно работает только в Firefox. И если мы еще потом, я покажу как добавить префиксы, оно также будет работать на браузере Chrome и других браузерах, созданных на основе движка WebKit. Итак, поехали. Давайте начнем сразу знакомство. Смотрите, что у нас здесь есть. Вот это код, через который отображается сама наша картиночка, плюс вот эти всякие заголовки, вот они здесь идут. И дальше, давайте мы скопируем, наверное, вот эту картинку мы давайте скопируем с вами. Так, и здесь ниже мы сразу же запишем, давайте, тег h3. Так, тег h3. И первое значение этого свойства, которое мы разберем, называется blur. Blur, оно пишется, давайте, значение blur. То есть, ну, если говоря простым языком, это обычное размытие картинки. Давайте мы сюда вставим картинку, зададим ей специальный класс под названием одноименным blur. И здесь ниже сразу же разместим абзац с текстом, в котором запишем значение, которое мы там записали. Итак, давайте мы здесь пока все сохраним. Перейдем в файл в стиле CSS. Сразу говорю, что сначала работайте на браузере Firefox, последней версии. Он поддерживает это свойство без префиксов. И давайте сразу же с вами попробуем его разместить. Итак, давайте мы напишем img.blur, то есть картинки с классом blur. И тут разместим наше свойство. Фильтр, затем видим подсказки выползают blur. И здесь, например, напишем 2 пикселя. Сразу говорю, что значение свойства blur указывается именно, точнее фильтр со значением blur указывается именно в пикселях. Итак, поставили, сохранили, обновляемся. И видим ниже у нас картинка с размытием. Естественно, чем больше будет у нас значение в пикселях, тем больше будет размытость картинки. И обратите внимание, что вот эта белая рамка, это не картинка, это граница, созданная в CSS. И она точно так же размывается. Отлично. Следующее свойство. Да, кстати, давайте мы сразу, знаете, что сделаем. Выпишем так. Вот это вот скопируем. И вставим вот сюда. То есть, чтобы нам сразу было понятно, какое свойство мы применили. Видим, да? Появилась подсказочка. Отлично. Двигаемся дальше. Сразу предупреждаю, что урок этот будет достаточно длинным. Потому что здесь у этого свойства фильтр ровно 10 значений, которые мы сейчас будем разбирать по очереди. Итак, теперь что мы делаем? Давайте мы теперь вот это вот свойство скопируем. Вставим сюда. И следующее значение, которое мы назовем, разберем, называется Brightness. Так, Brigh-H-T-N-E-S. Вот так вот оно звучит. Давайте сразу же мы тут скопируем его. То, что написали. Вставим сюда. Вставим вот сюда. То есть, поменяем класс на Brightness. Сохранимся. И теперь давайте мы заведем здесь новый класс. img.brightness. Так, Brigh. Так, давайте я просто добавлю. Затем вводим свойства фильтр. И выбираем Brightness. Видим, да? Отлично. Так вот. Следующие три свойства, которые мы будем разбирать. У них значения могут задаваться различным способом. Это либо какие-то целые и дробные числа, либо проценты. Причем здесь ограничений, в принципе, нет. Давайте мы поставим здесь троечку. И это будет означать, что яркость нашей картинки увеличится втрое. Так, давайте мы сохранимся. Обновимся. И вот видите, какая яркость у картинки. Обратите внимание, что оригинал у нас, видим, вот какой. И вот какой он после задания значения Brightness. Отлично. Теперь идем назад в редактор. И здесь давайте мы вот это значение. Ну, просто давайте здесь поменяем на троечку. А здесь фильтр, точнее blur, поменяем на Brightness. То есть, чтобы нам было просто понятно, какие значения мы задаем. Так, следующее значение, которое мы разберем, это значение Contrast. Ну, здесь, думаю, понятно, оно повышает контраст картинки. Давайте Contrast. И опять-таки, давайте попробуем. Сначала, точнее, давайте поменяем класс картинки. Здесь тоже все поменяем. И теперь мы укажем. Так, кстати, тут три пикселя уберем. Помним, что здесь тоже будет указываться именно только дробные и проценты. То есть, без всяких пикселей. И давайте сейчас введем дробное какое-то значение. Например, ну, я не знаю, давайте полтора введем. Полтора. То есть, контрастность картинки мы увеличиваем в полтора раза. Так, обновляемся. Так, ничего. А, мы же еще стили не записали, да? Ну, давайте сразу же запишем стили. Так, и МЖ с классом Контраст. Следующее значение. Так, фильтр. И пишем Контраст. И тут полтора ставим. Все. Точка с запятой. Сохраняемся. Обновляем наш файлик. И видим, вот как выглядит наша картинка. То есть, видите, мы уже можем не пользоваться фотошопом для создания размытия или различными скриптами. А вот прямо в CSS3 мы можем все это коверкать. Так, как нашей душе угодно. Что ж, двигаемся дальше. Следующее значение будет тоже достаточно интересным. Опять-таки, как и первые три, точнее первые два значения Brightness и Контраст, у этого значения тоже могут задаваться в дробных числах или процентах. Давайте мы сразу же напишем. Блин, я не помню, как оно называется. По-моему, Saturate. По-моему. В общем, оно влияет на теплоту фона. То есть, на теплоту картинки. Повышает, короче, теплоту. Ну, сейчас вы, в общем, все увидите. Конечно, опять-таки, мы здесь все меняем. Меняем. И давайте сейчас мы укажем не дробные значения или целые, а, например, в процентах. Повысим теплоту нашей картиночки на 200%. То есть, два раза. Так, теперь мы опять-таки идем сюда. Заводим новый класс с названием Sat. Давайте я его сюда вставлю. Так. Вот так вот. И снова вводим свойства Filter. И смотрим, где-то оно тут должно быть Saturate. Ну, по-моему, правильно мы ввели. И напишем 200%. Давайте. Вот так вот. Точка с запятой. Сохраняемся. Обновляемся. И видим. Вот как выглядит наша картинка. И опять-таки, теплоту эту можно увеличивать. Что ж, замечательно. Итак, еще раз повторюсь, что свойства, точнее, значения свойства Filter, такие как Brightness, Contrast и Saturate, они имеют либо, задаются либо какие-то дробные значения, то есть, от единицы, там, от нуля и до бесконечности, либо какие-то проценты задаются им. Следующее свойство, которое разберем, у них уже есть ограничения. То есть, опять-таки, мы можем пользоваться либо процентами, либо дробными числами, но здесь стоят ограничения. Итак, идем сюда, копируем вот это все дело, вставляем его сюда вот пониже. И здесь пишем следующее. Opacity. Вот так вот. Opacity, я думаю, те, кто знают CSS, сразу догадаются, что это устанавливается прозрачность картинки. Давайте мы скопируем, поменяем класс сразу. Так, так. И давайте мы в нашем Opacity опять-таки будем использовать проценты. Ну, сколько? Давайте 50 поставим. Так, сохраняемся. И теперь работаем со стилями. Так, img.opacity. Дальше идет свойство Filter. Opacity. И здесь 50%. Точка с запятой. Итак, сохраняемся снова. Обновляем наш браузер. И видим, вот наша картинка, она стала такой вот полупрозрачной. И здесь обратите внимание, что следующие свойства, которые мы будем разбирать, у них значения могут быть также дробные, но они имеют ограничения с нуля до единицы. Либо проценты с нуля до ста, как вы понимаете. То есть, здесь есть уже ограничения по сравнению с предыдущими свойствами. Что ж, замечательно. Двигаемся дальше. Следующее, точнее, значение, я все время путаю название, думаю, тут уже не критично. Это Invert. Так, значение Invert. Ну, здесь, как я понимаю, я тут научных терминов не знаю, но это, скорее всего, инверсия называется правильно. Инверсия цвета. Давайте мы напишем Invert. Да, кстати, еще я пишу. Копируем. Тут меняем. Тут меняем. Сохраняемся. И здесь давайте мы тоже напишем Img.invert. И здесь пишем Filter. Так, Filter. Invert. Так. И здесь задаем значение ровно в... Я даже не знаю, во сколько. Ну, давайте тоже 50% зададим. Точка с запятой. Сохранимся. Обновляем картинку. Так, и видим, у нас здесь серый фон. Ну, правильно, инверсия 50%. Все полностью у нас стало одного цвета. Давайте поставим инверсию в сотню. То есть, увеличим ее. Поставим 100. Сохранимся. Так, обновимся. И видите, как получается наша картинка. Вот такая вот инверсия цветов у нас идет. Что ж, замечательно. Давайте в файле Index.html здесь тоже мы поменяем все на соточку. И теперь идем дальше. Дальше. Снова мы все это дело копируем. Разбираем следующее значение. А следующее значение у нас называется Sepia. Или Sepia. В общем, фотографы знают лучше, чем я. Вот его значение. Давайте мы скопируем. Вставим сюда. Вставим сюда. Вставим сюда. И здесь давайте Sepia. Мы зададим значение тоже 50%. Либо мы можем написать проще. 0.5. Если писать дробными значениями. Что ж, замечательно. Сохраняемся. Переходим в файл стилей. И давайте здесь тоже будем вводить. Так, картинки склассим к Sepia. Мы задаем свойство фильтр со значением Sepia 0.5. 0.5. Все, точка запятой. Сохраняемся. Обновляемся. И получаем вот такую же картинку. Видите, да? Помните, что вот у вас он оригинал. И вот что мы в итоге получаем. Что ж, замечательно. Думаю, вам интересно. Большую часть мы уже с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Аж 7 свойств разобрали. Точнее, значений. И теперь у нас осталось еще 3. Давайте я это скопирую. Вставлю вот сюда. И следующее значение. Опять-таки, ограничение идет и подробным числом, и по процентам. Называется оно Gray Space. Так, а не, Gray. Минуточку. Scale. Scale. Gray Scale. Если я правильно написал это свойство. Значение, точнее, копируем. Вставляем его сюда. 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 Gray Scale. Это градации серого цвета. То есть, давайте мы, например, здесь зададим 0,7. Дробное число. Опять-таки, до единицы это максимальное значение идет. И до 100% тоже. Так. И здесь, опять-таки, мы вставляем mg.grayscale. И сразу же задаем ему значение, точнее, свойства filters. Так. Фильтр. Со значением grayscale. Так. Grayscale 0,7. Все. Точка с запятой. Сохраняемся. Обновляемся. И в итоге видим, что у нас получается. Вот такая уже картинка. Что ж. Замечательно. Двигаемся дальше. Итак. Вот эти вот 4 свойства. Помним, у них тоже значения задаются либо в процентах, либо в дробных числах. Однако, у них стоит ограничение от 0 до 100%, либо от 0 до 1. Помните. Вот здесь ограничений, в принципе, нет. Дальше идем. Следующее свойство. Оно уже задает выражение не в пикселях, не в процентах и не в числах, а именно в градусах. Давайте мы скопируем. Вставим. И называется оно... Ну, сразу говорю, не знаю, как правильно читается. Давайте я просто так напишу. Хью. Хью. Ротейт. Так. Ротейт. Опять-таки, тут ротейт это поворот, но не путайте. Здесь мы работаем через фильтр именно с цветами, поэтому это свойство, оно... Но я не знаю, как правильно сказать. Скорее всего, как-то поворачивает цветовую гамму. Ну, сейчас вы поймете. Итак. Давайте мы ему зададим значение в 270 градусов. 270 дек. Так. Градусы именно так задаются. Сохраняемся. И теперь пишем img.hue.rotate. Давайте я просто вставлю. То есть, картинки с классом hue.rotate мы задаем свойство фильтр с значением hue.rotate и 270 дек. 270 градусов. Точка запятой. Сохраняемся. Обновляемся. Смотрим. Вот, видим, у нас стал уже наш ягуар не таким вот оранжевым, сочным, а каким-то фиолетовым. Ну, в принципе, видно, как работает. Можете поэкспериментировать с этим свойством. Но, думаю, тут все понятно и оно достаточно прикольное. Ну и последнее свойство, точнее значение свойства, это обычная тень. То есть, сейчас вы увидите, как это все дело работает. Давайте мы напишем значение drop shadow. Так, shadow. И сразу же давайте в скобочках мы напишем, как оно задается. Потому что там не одно значение, а сразу несколько. Итак, сначала мы задаем значение по оси x, потом по оси y. То есть, это смещение тени по оси x и по оси y. И затем мы с вами указываем размытие нашей тени. Так, я даже не знаю, как тут. Даже тут, наверное, не размытие. Давайте напишем, наверное, правильнее будет написать радиус нашей тени. Радиус, заодно она и размывается. И последним атрибутом мы указываем цвет тени. Так, цвет. То есть, думаю, здесь будет понятно. Теперь давайте мы drop shadow. Вот это вот ставим сюда. То есть, будет класс у нас drop shadow. И тут тоже все это поменяем. Так, ну и тень давайте я даже не знаю. Давайте мы напишем 5 пикселей. Так, 5 пикселей. 5 пикселей. То есть, смещение по оси x вправо 5 пикселей. Вниз на 5 пикселей. Обратите внимание, если значения будут идти отрицательные, то наша тень, наоборот, сместится влево и поднимется вверх. То есть, помните, отрицательные значения мы тоже можем указывать. Давайте теперь тень зададим, например, 20 пикселей. И цвет тени укажем. Решетка 2, 2, 2. Так, сразу же давайте я поставлю здесь скобочку. Вот так вот наше свойство будет выглядеть со своим значением drop shadow. Мы сохраняемся. Идем сюда. И здесь давайте то же самое пропишем. Так, img.drop. Да что я тут пишу, кстати. Я же тут уже все написал. Давайте мы это просто-напросто скопируем. Кстати, с теми свойствами можно было точно так же поступать. Вставим сюда. Сохранимся. Посмотрим, что у нас вышло. Обновляемся. И видим. Вот у нашей картинки, видите, как появилась тень. Что ж, довольно-таки прикольно смотрится, согласитесь. И теперь давайте мы, ну я не знаю, давайте немножко мы ее сделаем, наверное, поменьше. Например, 10 пикселей. И потемнее, чтобы она более была такой заметной. Так, сохраняемся. Обновляемся. Видим. Вот какая у нас получилась тень. Ну что ж, дорогие друзья. В принципе, мы рассмотрели все значения, свойства filters. Фильтр, точнее. И теперь давайте еще кое-что с вами разберем. Это то, что мы можем все это дело анимировать. Ну, чтобы вам было понятней, давайте мы перейдем в файл стилей CSS. И здесь, где у нас тут стили с картинками идут, давайте мы им, вот этим самым картинкам, зададим всем свойства transition. Transition. Одна секунда. И напишем all. То есть, для всех изменений за одну секунду, ну, будут происходить все изменения, короче говоря. Итак, и теперь давайте мы вот каждому нашему свойству здесь, 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 точнее, каждому селектору добавим псевдокласс have. Так, то есть, вот эти теперь все атрибуты будут срабатывать только при наведении. Ну, давайте сразу я transition уберу, чтобы вы сразу видели, как будет изначально все идти. Давайте мы обновимся. Видим, все картинки у нас стали нормальными, но если мы наводим мышку, щелк, видите, да? Оно все меняется. И вот это дело мы можем спокойно анимировать. Просто-напросто давайте я назад ставлю transition 1s all. И давайте еще, знаете, что я сделаю? Напишу курсор pointer. Так, pointer, чтобы наш курсор стал ручкой. Так, давайте мы обновимся. Видите, у нас тут ручка появилась. И все наши картиночки, видите, да? Они начали уже плавно изменяться. То есть, опять-таки, отличные спецэффекты будут именно для вашего сайта. Согласитесь, да? Так, так, так. Ну, видите, все работает. Вот и тень появляется. И вообще с тенью я даже копался, придумал маленький такой спецэффект. Смотрите, давайте попробуем. Мы напишем следующее. mg drop shadow hover. Давайте здесь мы напишем. Так, 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 так. Position. Так, relative. Так, relative. Точка запятой. Затем давайте мы с новой строки начнем. Вам так заметнее будет. Сверху пускай у нас будет отступ в минус, например, 3 пикселя. Точка запятой. И справа у нас будет отступ тоже в минус 3 пикселя. То есть, наша картинка, она поднимется. Точнее, наверное, не справа, а слева. Ну, ладно. Давайте мы сохранимся, проверим, как у меня тут будет идти щелк. Наша картинка, видимо, она так поднимается. Давайте. И у нас появляется тень. Но картинка поднимается слишком резко, да. Не срабатывает здесь плавность. Давайте мы здесь вместо права напишем лево, чтобы она сдвигалась влево на 3 пикселя. И что тут сделать? Так, я, наверное, знаю, в чем причина. Подождите. img.dropshadow. То есть, shadow. Пишем то же самое, только уже без псевдокласса хава. И теперь давайте мы вот это вот все дело с вами скопируем. Ставим сюда. Однако, здесь будет у нас все по нулям. Так, ой, не то, не туда удалять начал. Нолик. И здесь тоже будет нолик. Так, сохраняемся. Здесь position relative мы уже можем убирать. Остаются только top и left. Вот даже в одну строчку влезло отлично. Сохраняемся. И вот теперь давайте посмотрим. Обновляемся и щух. Видите, да, как это работает. Опаньки, опаньки. Давайте мы немножко ускорим нашу анимацию, потому что 1 секунда это слишком много. И она какая-то дерганая получается. Давайте мы сделаем 0.3 секунды. Сохранимся. Обновимся. И смотрите, при наведении наша картиночка поднимается, кажется так, потому что под ней появляется тень. То есть, такое ощущение, будто она поднимается, да. Что ж, прикольно. Так, в принципе, все отлично. Но если мы сейчас заглянем в браузер Chrome. Давайте я его открою. Так. Вот наш браузер Chrome. То вы увидите, что здесь ничего не происходит. Ну, только, наверное, будет вот эта картинка, она будет сдвигаться. Но всего остального нет. Почему? Как я вам уже говорил в начале урока. Все вот эти наши картиночки, они имеют, точнее, это свойство, точнее, фильтр. Оно работает только в Firefox. А в Chrome для него надо задавать специальные префиксы, как я говорю. Итак, давайте мы их зададим. Что это означает? Мы просто делаем копию вот этого свойства, которое здесь есть, и вставляем сюда. И вот здесь все точно так же, только мы добавляем следующее. Приставку WebKit. Давайте WebKit. Так. И здесь тоже Defiz. И теперь, смотрите, сохраняемся. Идем в самый верх. Вот наш блур. И видим, он у нас уже начал работать. Давайте я нажму на паузу, пропишу везде вот такие префиксы для каждого свойства отдельно, чтобы вы уже видели. И на этом уже урок закончим. Так. Я выделю это все. Правка. Добавить префиксы при... Добавить префикс для выделенного фрагмента. У меня есть специальный плагин в редакторе Brackets. И видим, у меня вот добавились все эти префиксы. Если у вас такого плагина нет, добавляйте их вручную. Так. Сохраняемся. И теперь давайте я обновлю мой Chrome и смотрим. Работает. 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 Все у нас идет как надо. Но, видим, здесь немножко начало глючить, но уже прошло. Почему начинает иногда тормозить? Потому что, запомните, что все вот это дело, оно выполняется на стороне пользователя. И если вы слишком много спецэффектов на одну страницу завалите, вот как я здесь, но здесь еще не слишком много, но некоторые делают намного больше, то это может очень сильно грузить процессор компьютера пользователя. И вполне возможно, что будут какие-то глюки, там не будет плавной анимации, все будет так вот дерганно делаться. Поэтому вы можете уже применять эти свойства. Они пока работают, еще раз напомню, на Firefox, на всех браузерах Chrome и на браузерах WebKit. Ну, то есть, там Яндекс браузер, там Opera, она тоже на движке WebKit сделана, тоже будет работать. Пока, получается, не работает в E. И, наверное, в Safari тоже не работает, но я точно не помню. Но, я думаю, что очень скоро здесь уже это свойство будет поддерживать все браузеры, потому что оно действительно очень классное и интересное. И самое классное в нем то, что мы можем спокойно вот такие спецэффекты использовать уже на своем сайте. И, согласитесь, это выглядит очень прикольно. Да? Вот так вот. В общем, надеюсь теперь, что вам урок этот понравился, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео. И если что-то будет непонятно, обязательно пишите в комментариях. На связи с вами был Серега. Всего хорошего. До новых встреч.